Приветствую вас и в вашей проблеме я увидел три основных момента. Наверное, даже больше будет. Первый момент это то, что вы, находясь еще с отцом ребенка своего, то вы уже имели, как я понял, определенные проблемы, да, потому что вы говорите, что жили каждый своей жизнью. То есть, либо у вас были проблемы в отношениях, либо вы развелись, либо у вас вообще не было отношений. Это непонятно, конечно. Пока, но тем не медленно. Тем не медленно. Тут момент в том, что вы изначально родили ребенка от мужчины, с которым у вас не было адекватных отношений. И вопрос заключается в том, мой, почему так? Почему это стало возможным для вас? Почему стало возможным для вас выстраивать отношения с тем мужчиной и даже заводить с ним ребенка, с которым у вас не все гладко? Это, мягко говоря, не все гладко. Опять же, чем продиктован ваш выбор, какие у вас были отношения, как вы развивались, ну и так далее. Второй момент. Второй момент. Это, как вы, значит, пережили его, я так понимаю, смерть. Да, то есть, он умер несколько лет назад, как вы говорите. И, соответственно, вопрос заключается именно в этом. Как вы пережили его смерть? Были ли у вас травмы по этим моментам? Были ли у вас проблемы относительно вот именно его, относительно потери этого человека? То есть, я сейчас говорю не столько о какой-то вот ситуации именно материальной, да, сколько именно о, скорее, духовной больше я говорю, о ситуации духовной. Это вот последующий момент. Соответственно, вопрос, было ли, было ли, была ли, была ли проблема, связанная с переживанием по этому поводу? Были ли, была ли травма у вас, из-за этого, то есть, именно вот, травма из-за того, что вы потеряли, значит, был человек, ну, не знаю, любимого человека или нет, но просто человек. Значит, соответственно, если была травма, и после этого вы чувствуете, что до сих пор не отправились, то, соответственно, вам, вероятно, нужна помощь, чтобы травму по потере близкого нужно пережить и, соответственно, жить дальше. Это вот такой момент. Далее, момент нового мужчины. То есть, я, конечно, не знаю, безусловно, может быть, вы и взаимодействовали с другими мужчинами уже после смерти вашего, ну, после смерти отца ребенка. Но вы об этом не написали, и поэтому я об этом вынужден сказать, да, что вот вы много пишете про родителей, ну, давайте так, давайте вашего мужа я буду говорить, потому что так оно проще будет. Вот, вы много писали про родителей вашего мужа, и много, в общем-то, предъявляли претензий, как бы, к нему. То есть, речь шла о том, что, мол, вот, он должен, то есть, они, родители, там, не помогают, и вообще ничего, как бы, не делают, там, требуют почтения к себе необоснованного, да, защитить, вот, меня, я защититься не могу, мне сложно защищаться от них, потому что их много, я одна, вот, и так далее. А вопрос заключается в следующем, должны ли вы, должны ли вы защищаться сами, на мой взгляд, на мой взгляд, не должны, абсолютно, потому что это прелегатива, это прелегатива. Ну, в большей степени, наверное, мужчины, вас защищать от какой-то, вот, агрессии со стороны, ну, извините, понимаете, да? Да, это прелегатива, именно, именно, мужская, это не женская прелегатива, понимаете? Вот, поэтому, и момент здесь, соответственно, такой же, момент здесь, соответственно, такой же, что-то не вам нужно делать, что-то ваш мужчина должен делать, понимаете? Нет, не вы. И если вы это делаете, то вы что хотите? Мужчины стать. Я понимаю, конечно, почему вы это делаете. Я понимаю, почему вы хотите себя защитить. Понимаю. Да. Ну, и вы поймите. А мужчина вам тогда зачем? Зачем? Будет ну, если, ну вот, если представить, да, просто, что... Вы выглядите сами обо всём, не знаю, забудь, например. Зачем вам, мужчинам, а если тогда? То есть вот, пожалуйста, постарайтесь на эту тему тоже подумать, подумать обязательно. Это важно. Очень важно. Очень важно, чтобы вы об этом ответно подумали. Теперь дальше. Следующий момент. Значит, ну, поскольку, то, что я сказал, не исключая того факта, что вам странно нужно защищаться, правда, делать это нужно, нужно, так скажем, аккуратно, тактично, вежливо, без обострения ситуации, потому что, ну, никто от этого не выиграет, если вы будете обострять. То первое, на что я хочу вам обратить ваше внимание. Значит, после смерти, после смерти вашего мужа, да, ну, как мы договаривались, я буду называть его так, значит, его родители, его родные выходили резко общаться. Вопрос, с кем? С вами? Или с, например, ребёнком только? Давайте сделаем пока скидку на то, что они хотят общаться с ребёнком. Да? Ну, не с вами пока, а с ребёнком. Значит, значит, почему? Вот вы сами как думаете, с чем связано их, такая резкая смена настроения по отношению к ребёнку? Чтобы не переживать из-за этих людей, чтобы не переживать из-за них, чтобы не волноваться из-за них, чтобы относиться к ним, там, я не знаю, адекватно. Ну, надо бесценивать. Надо бесценить этих людей. В первую очередь, обеценивать нужно. И если мы говорим про обеценивание, то вам нужно сперва понять мотивы этих людей. И понять, что хотят они в первую очередь чего-то, ну, для себя в основном. Они просто хотят, чтобы их род был продлённым. Считают, например, наследника. То есть, вашего сына они считают наследником. Понимаете? Вот, и естественно, им дорожат из-за этого. Соответственно, я надеюсь, я надеюсь, что вы сможете это принять. принять, что у людей, ну, вот так вот. Вот такие вот они. Ничего с этим не поделать. И постарайтесь увидеть их мотив и свой мотив. Постарайтесь увидеть, почему вас задевает их поведение. Почему вас задевает их отношение. Но они же требуют, требуют, окей. Они могут требовать, могут требовать. Но могут ли они получить? Конечно, нет. Они не могут получить. Потому что формально общение, ну, регулятор, регулируется общение дедушек и бабушек, да, регулируется. Исключительно только в правовой сфере. Вот. И исключительно. Только в правовой сфере. Регулируется. И до тех пор, пока, допустим, суд не постановил, что они имеют право общаться с ребенком. Но, конечно, он ничего не будет. Так вот. Они имеют право требовать? Конечно. Получат они это? Нет. Не получат. И все. Почему вы так переживаете? Ну, вы можете проконсультироваться с юридом, если обращаетесь, что они будут вас принуждать. Но то, что вас задевает их поведение, тем более, что даже ваш ребенок относится к ним верно. Он все понимает, понимает. Ваш ребенок все понимает сам. Понимаете? Он видит, как они, как они относятся к нему. И он уже и не ждет другого какого-то отношения к себе, да? Вот. А вы все это переживаете внутри себя. Почему? Вот как раз таки, о причинах я и говорил немного разного. Соответственно, обстоят людей со своими требованиями, пусть хотят. Вот. Мы все чего-то хотим, но совершенно не факт, что получаем. Да? Вот. И так далее. Это вот такой очень важный момент. Это очень важный момент. Я надеюсь, что вы, как следует о нем, подумаете им, как следует задумаетесь об этом. Потому что это правда очень важно. Следующий аспект. Кстати, вы пишите где-то 3-5 тысяч. Три невероятные игрушки. Некоторые же слова. Ну, хоть скажете, меркантильные, да. Соглашусь, что это вы меркантильные. Но. Зато возят такие жадных, бесивых и чванливых людей. Так вы же определитесь, либо вы меркантильные, и тогда эти люди не жадные, не чванливые, а в общем-то находятся в своем праве. Либо. Либо. Значит. Они действительно жадные, и действительно чванливые, и вы относитесь к ним справедливо. То есть, я хочу сказать вам, что у вас нет позиции четкой по вопросу вашему. Понимаете? Нет четкой позиции. Адекватной позиции нет. Либо вы сомневаетесь в своей позиции. Либо вы сомневаетесь, да, в том, что вы правильно считаете их таким. Ибо вы допускаете мысль, что вы можете быть меркантильным. Это здесь противоречие. Лично я не считаю вас меркантильным, в принципе. Так же, как я не считаю и то, что эти люди жадные и чванливые, потому что я их не видел. Знаете, это ваше оценочное осуждение этих людей. И может быть вы правы, а может быть и нет. Главное, чтобы вы занимали четкую позицию, и заняв ее, уже от нее не отступали. А исходя из того, что вы написали, Я могу сделать вывод, что вы не уверены в себе. А если вы не уверены в себе, то о какой успешной позиции, да, Могут идти речь? Ну, вот, серьезно. О какой успешной позиции может всегда идти речь? Если вы и в себе не уверены. Так же, так же, нельзя. Ну, не чтобы вы были уверены в том, что вы делаете. Понимаете, да, я надеюсь теперь, о чем это речь? Ваша позиция. Она нужна четкая и ясная позиция по этому вопросу. Не больше, не меньше. Чтобы вы не сомневались в себе. И в том, правильно ли вы поступаете или нет. Или нет. Ну, и последнее теперь. Как вести себя с ними? Нажимать, скандалить вы не хотите. И я думаю, что это правильно. Что вы не хотите скандалить. Я думаю, это правильно. С другой стороны. С другой стороны. Мне представляется несколько затруднительно порекомендовать вам что-то. Ну, что-то вот такое, да. Чтобы помогло вам как-то вот преодолеть данную проблему. То есть, в принципе, вам нужно просто придерживаться своей позиции, которая у вас есть сейчас. Какая позиция? То есть, позиция, в принципе, правила. Повиция такая, что вы просто игнорируете их и все. Ничего больше не нужно. Просто их игнор. Может быть, равнодушность. Четкое установление границ. Твердое нет. Не реагирование на провокации. Упрямство. Упрямство – это то, что нужно, если вы хотите получить все-таки то, что вам нужно. То есть, если вы хотите вот реализовать свои желания, если вы хотите сделать то, что вам нужно, да, если вы все-таки хотите отстаивать свою позицию, то естественно, естественно, нужно, чтобы вы, опять же, имели эту четкую позицию свою, чтобы вы ей не изменяли. Только с четкой позиции, со своей четкой позиции только, можно что-то сделать. Она была у вас, эта позиция. А следовательно, и так далее. Вы были уверены в себе. Считайте людей меркантильными, считайте людей шарными, считайте людей, ну, считайте, что люди, там, не знаю, неправы, например. А, браслет. Ну, вы приведите себя так, как будто они не правы. И все. Но не пытается их переделать Это вот не нужно Переделать никого не нужно Ну и не допускайте их К себе Не допускайте их Поверьте Говорите просто нет и все Нет Типа Я не позволю вам Делать то-то-то И все И все Уверенность для этого должна быть А закрывать двери нужно уметь Для этого Чтобы и люди поняли Что если они хотят С вами общаться То нужно делать это так Как вы хотите А не так как хотят они Понимаете Потому что они могут хотеть Чего-чего угодно А действительно Общаются они с кем С вами Ну и соответственно Должны вас уважают А если не уважают то До свидания До свидания Понимаете Все просто Очень просто Было бы желание У вас Действовать Вот Ну С такой позиции Понимаете Так что Я думаю Вот так Можно вам ответить На Ваши Вопросы Надеюсь Что Вам Были полезны Все вещи Которые я сказал Я старался Подробно вам Все расписать Вот Надеюсь Что Вам это будет Ну Действительно Полезно Надеюсь Что вам это будет Действительно Полезно И интересно Знаете У вас Ребенок Ребенок И Ради Ребенка Своего Ради Вот Того Что у вас Есть Ребенок Вам Нужно Все Таки Вам Нужно Все Таки Обязательно Уметь Защищать Защищать Себя Защищать Своих Близких Там И так Далее Вот Понимаете Ну а Как по-другому Всегда Всегда Найдется Кто-то Всегда Будет Будут Те Те Кто Как-то будет Негативно настроен По отношению К вам Понимаете Вот К сожалению К сожалению Всегда И Не будете Живые Каждый раз Думать 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 Вот так Да Не будете Живые Каждый раз Думать О том Что вот Что вот Ну вот Что мне нужно Вот Мне нужно Как-то Да Мне нужно Защищать Защищать Себя Снова И снова Я буду Это Делать Так Очень легко Просто Можно Скатиться В Постоянную Агрессию Вот Постоянную Агрессию Постоянное Напряжение Духовность Духовность И так далее Вот Потому Не нужно Так Делать Не нужно Так Я не рекомендую Вам Так Поступать Вот Вот Поэтому Подумайте О себе О ребенке Своем Вот И Почарайтесь Найти себе Мужчину Который адекватно Мог бы вам Помочь Защитить На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если у вас остались Вопросы Пишите В личку Буду Распомочь Если Вам понравился Мой ответ Буду Благодарим За Оценку Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи